Приветичи! Это Обезьянья Эволюция, и мы продолжаем наши с тобой приключения и развитие. Поскольку мы с тобой маленький примат, мы всего боимся, мы не можем путешествовать. Нам нужен взрослый. Нужно его попросить, чтобы он как-то нас сопровождал, я не знаю. Давай мы изучим вот этого товарища. Его зовут Ли. Взрослая особь, самец, член семьи. И он в паре с партнером Юст. А, ты глянь, я могу между ними переключаться. Так, переключаемся. Все, я теперь взрослая особь. Очешуенно. И, по идее, я теперь могу спокойно, спокойно передвигаться. Ну, как бы должно быть это так. Я до сих пор хочу решить вопрос с трупом. Поскольку я теперь стал взрослым, мне кажется, что я смогу чем-то помочь. Прыгаем. И... А, там яйцо есть. Я могу схватить яйцо. Выбрасываем его. А что с телом? Нет, тело, кроме как изучить... О-о-о-о-о-о. Фух. Увернулся. Слава Господи. А, черт. Я ранение получил. Он меня все-таки зацепил. И с телом я сделать тоже ничего не могу. В общем, все это было зря. Ладно, тогда пойдем путешествовать. Опачки. Как мне это нравится вообще. Когда я вот так вот... Это плохо. Фух, чуть не разбился. Это было близко. Очень близко. Надо что-нибудь похавать. У меня... Да, когда я лазю по скалам, у меня очень быстро тратится энергия. Потому что по ним очень тяжело лазить. Есть чем перекусить. А, подожди. Это красные листочки. Я-то думал, я это съесть могу. Ладно, давай изучим, что это такое. Что это за красные листочки? Это можно есть? Найдена новая еда. Отлично. Это можно покушать. Тогда съедаем. Ох, здорово. Еда дает какие-то свойства. Я так понял, что... Ух ты, я пить хочу. Надо срочно к воде идти. Ладно, спускаемся вниз. Ой, как высоко. Короче, вон там вот значки. Снежинка это, я так понял, от замерзания спасательства. О, примат маленький. А ты что здесь делаешь? Слышишь я? Так, давай-ка мы его на спину посадим. Тебе здесь делать нечего. Вот так, пошли со мной. Значит, про значки. Снежинка это защита от обморожения. А переломанная кость это, скорее всего, укрепление костей. Но сейчас эти значки не важны, поскольку у нас кровотечение. Причем серьезное. И нам нужно что-то, что залечит нашу рану. Отлично, мы дошли до речки. Это очень замечательно. Мы сейчас напьемся водицы, может нам станет полегче. И, кстати, я ощутил... Опа, это очень плохо. Кажется, я начинаю терять сознание. Еще и малыш на спине, это очень большая нагрузка. Короче, надо возвращаться. Надо возвращаться обратно в наше племя. Но прежде, давай попробуем здесь прилечь. Небезопасно, конечно, но давай попробуем поспать все-таки тут. Надеюсь, это как-то нам поможет. Я, если честно, не знаю, чем лечить эту рану. И надеюсь, что она не сильно глубокая и сама собой заживет. Все-таки, говорят, сон лечит. Вот сейчас справеем. Нет, рана не лечится. Даже когда я сплю. Суточный режим нам показывает, что нам бы неплохо еще поспать и напиться воды. Но нет времени, нужно бежать обратно в племя. Из-за раны мы очень быстро устаем. Очень быстро тратим энергию. И теряем постепенно сознание. Ну вот, ну как так-то? Только вышел и сразу отхватил, как говорится. О, ты посмотри на нашу макаку-то. Она еле передвигается и вся в крови. Это очень плохо. Может быть, нам на помощь кого-нибудь позвать? Может, нам кто-нибудь прибежит? Ой, плохи дела. Ой-ой-ой-ой. Прям капец, как плохи. Так, мы дошли до примата. Это Бавы. Самец. Одиночка. Переключаемся на него. И давай попробуем поухаживать за собой. Вот так вот. Образование пары. Самец с самцом. Вы что? Вы что творите, мужики? Вы же самцы. А, блин. Поухаживать. В смысле? Ну, ой, я перепутал. Я думал, он сейчас лечить его будет. Ну, там, водички ему принесет, напоит. Ну, знаешь, поухаживать за больным. Так, у этого самца, смотри, совсем нет энергии. Странно. Наверное, он хочет либо попить, либо покушать. Так, попробуем покушать. Так, не понял. Что это с нами происходит? Я же изучал эти ягоды. Они нормальные были. А теперь галлюцогенные. Смотри, как у меня штырит. Надо поскорее избавиться от галлюцинаций. Попьем водички. Ты чё сожрал? Я тебе сказал воды попить. Видимо, у него в руке была заначка. А я-то даже и не заметил. Но вместо попить воды взял и сожрал её. И получил отравление. Но всё, сейчас на нас, походу, ещё и дрищ нападёт. Блин, такое ощущение, что я сейчас просто своё поселение истреблю. Давай поспим. Это должно тебе помочь. Знаю по себе. Обычно, когда я чем-нибудь траванусь, просто ложусь спать, и на следующий день у меня всё проходит. Ну, не совсем всё, но большая часть. Ага, суточный режим у нас нормальный. Более-менее в порядке. В общем, я наконец-то оклемался. Моя первая вылазка. Ты глянь, я какие-то странные ромбики нашёл. Давай попробуем вот к этому сходить. Посмотрим, что это такое. Запомним это место. И пойдём на разведку. Поскольку мы с тобой передвигаемся ночью, нужно быть во все оружие. Давай посмотрим, нет ли тут каких-то посторонних запахов. Вон там что-то есть. Давай посмотрим, что это такое. Растения. И справа ещё два запаха. Ну, думаю, что тут просто ряд растений каких-то растёт. Да, действительно. Опасности так таковой нету. Мы дошли до первого ромбика. Практически дошли. Конечно, очень плохо, что я передвигаюсь по этому болоту. Или пруду, я не знаю. Здесь может быть аллигатор. Или пираний. Так, ну в принципе я дошёл до этого ромбика. И что здесь? А здесь, собственно, бородень. Ничего нету. Может быть это просто ромбиком была отмечена опасная зона? А я сюда припёрся. Хорошо, давай органы чувств включим. Аллигаторы вон ходят. Это прям-таки... Не очень хорошо. В общем, давай отсюда сваливать и займёмся эволюцией. О, смотри, мы поспали. Проснулись. И нам доступна эволюция. Давай посмотрим, что мы можем здесь изменить. Это наша нейронная сеть. Я так полагаю, да? В общем, у нас пока есть два нейрона. И я думаю, что нужно активировать двигательные функции. Вот так вот. Теперь вы можете перекладывать предмет из рук в руку. Отлично! Я теперь могу по два предмета в руках таскать. Офигенно. Появляются новые нейронные сети, которые нужно разблокировать, чтобы открыть. Открываем теперь вот эту. Новое чувство. Восприятие. Дальность улавливания запахов и звуков немного увеличена. Всё. Здесь мы закончили. Поколение нам пока недоступно. Это связано с тем, что у нас нет ещё потомства. Нужно бы понарожать маленьких приматов. То же самое касается эволюции. О, смотри, у нас родилось двое. Умерло тоже двое. Достижение 1%. Ладно, тогда выходим отсюда. Всё. Давай посмотрим, как мы можем брать теперь в две руки предмет. Значит, берём камень. Вот так, отлично. И просим сменить руку. Вот, мы переложили камень. Круто, мы эволюционировали. Переложи теперь в другую руку. Миштяк. Я теперь могу жонглировать, слушай. Можно в цирке выступать. А где кокос здесь был? Ух ты, ё-моё, ты глянь. У нас одна обезьяна померла. Жалко тебя, приматик. Это тот самый примат, которого орёл клюнул. И от кровотечения, видимо, он помер. Хорошо, возьмём детёныша с собой. Давай, тряси дерево. Есть. Кокосы падают, отлично. Спрыгиваем. Берём, значит, кокосик. Меняем руку. Берём камень. Теперь у нас в руке и камень, и кокос. И как нам разбить кокос? Короче, нет. Так не прокатит. Мартышка ещё не понимает, что нужно камнем долбить об кокос. Нужно каким-то макаром это придумать, чтобы она эволюционировала. О, здорово. Изучить. Это ЮЭС. Взрослая особь-самка, одиночка. Ох ты ж, я тоже одиночка. Правда, с малышом. Давай попробуем за ней поухаживать. Поищем букашек у неё на плече. Так, чё-то ей не понравилось. Давай, ухаживай. Ищем букашек. Походу, ей нравится. Всё, всё нормально. Бабочки летает. Замечательно. Романчика прям. Надо ж было так свою любовь... Ой, чё-то она меня отшила. Надо ж было так свою... Да шо ж такое-то? Видимо, я ногти на руках не подстриг. В общем, надо ж было свою любовь в кустах найти. Ты представь. Пара образована. Шикарно. Теперь у меня есть подружайка. Итак. Чё я теперь могу со своей женой делать? Я её могу переименовать или попросить её идти за мной. Ладно, давай будешь ходить за мной. Пойдём. Новый нейрон общения. Отлично. Теперь я не одинок. Нас трое. Круто. Только чё-то как-то она очень лениво ходит. Слушай, по-моему... Чё с тобой? Иди попей водички. Делай как я. Вот так вот. Водички набираешь и пьёшь. По-моему, у тебя безвоживание, да? Чё-то у меня какие-то проблемы составят. Смотри, они все какие-то инвалиды. Пейте, напивайтесь водички. И покушать надо бы. Так, а могу я кого-нибудь попросить следовать за мной ещё? Вот, например, ты пойдёшь со мной? Нет, он что-то со мной, по-моему, не хочет идти. Блин, я так понял, что стая без меня вообще не пьёт, не кушает, самостоятельно не питается никак, никоим разом. И это очень трудно. То есть мне ещё и за стаи ухаживать нужно. Так, могу завершить вылазку. Давай, наверное, это сделаем. И лечь спать. Снимаем детёныша. Позвать партнёра. Ох ты, как я зову партнёра. Сейчас моя дохленькая прибежит. Мы можем с ней лечь спать просто, либо спариваться. Ну ладно, нам пора делать детей. Будем выводить новое поколение, более развитое. Всё, обезьянки делают детей. Кажется, они всё. Всё, они закончили. Замечательно. Теперь меня интересует главный вопрос. Когда у нас появятся дети? Ну, а пока мы ждём, мы можем ещё раз эволюционировать. Активировали нейрон. Кинесика. Вы научились собирать всех членов стаи в одном месте. Что ж, я думаю, что пора закругляться. Если тебе понравилась эта непонятная игруха, у меня прям взрыв мозга. Здесь нужно додумывать самому, что делать, как делать, куда идти, как сделать так, чтобы стая выжила. Ну, в общем, если у тебя дома завалялась энциклопедия по ухаживанию за приматами, то высылай мне её по почте. Если тебе эта игруха нравится, то с тебя лайкос, комментос под видос. Ну и, конечно, подписочка, если ты ещё не подписан. Ну и также пиши в комментариях, как мне развиваться, если ты, конечно, знаешь или посмотрел у кого-то летсплей. В общем, жду от тебя помощи. Всё, пока. Увидимся в новом видео. Субтитры сделал DimaTorzok